Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня, в день 8 марта, я расскажу вам о наших женщинах. День 8 марта, как международный женский праздник, получил официальное признание в 1975 году. Организация Объединенных Наций в связи с Международным годом женщин предложила государствам объявить в соответствии с их традициями и обычаями любой день этого года днем борьбы за права женщин. Советский Союз, где этот день считался праздничным, а с 1966 года еще и нерабочим, предложил дату 8 марта. И предложение было поддержано. Но не будем останавливаться на том, по каким критериям женским днем стало именно 8 марта. Поскольку версий много. Скажем лишь, что этот день в той или иной степени отмечают практически повсеместно, но по-разному. Традиционно, наиболее широко его празднуют в бывших республиках Советского Союза, за исключением прибалтийских государств, а также в странах африканского и азиатского континента. Однако далеко не везде этот день нерабочий. Например, в Китае 8 марта не является выходным днем. По-разному складывается отношение к этой дате в Европе. В большинстве стран 8 марта не является государственным праздником. Но мужчины пользуются в этот день поводом, чтобы сказать женщинам слова признательности. А вот в некоторых странах, которые когда-то строили социализм вместе с Советским Союзом, традиция отмечать 8 марта сохранилась. Яркий пример – это Германия, где праздник сегодня имеет статус регионального и отмечается в восточных регионах на территории бывшей ГДР. Во многих случаях Международный женский день до сих пор имеет социальный статус. На сегодняшний день женщина занимает лидирующую позицию. На сегодняшний день женщина за рулем – это не редкость, это очень частое явление. Кстати, не могу сказать, что женщина стала более счастливая. И, возможно, мы об этом будем говорить через несколько лет. Но на сегодняшний день мы видим, как женщина активно проявляет себя в жизни. В нашем регионе по предварительным итогам переписи населения на 4 октября 2019 года численность женщин составила 747 400 человек. Это 53,8% общей численности населения. Традиционно женщин у нас больше, чем мужчин. На начало 2019 года в Гомельской области на тысячу женщин приходилось 873 мужчины. Несколько более ровной является гендерная ситуация у нас в сельской местности. Там на тысячу женщин более 930 мужчин. Женщины Гомельской области занимают активную позицию во всех социальных сферах. Например, стремятся к получению знаний. На начало прошлого учебного года среди студентов и магистрантов учреждений высшего образования удельный вес девушек составлял более половины. Наши женщины активно участвуют и в экономическом развитии региона. В реальном секторе экономики их больше, чем мужчин. Преимущественно женскими видами деятельности являются у нас здравоохранение и социальные услуги. Здесь трудятся более 85% от общей численности работающих в данной сфере. Примерно такой же процент женщин обеспечивает работу учреждений образования. Более 70% всех работников в финансовом и страховом секторах экономики, оптовой и розничной торговли – женщины. Традиционно женщин больше, чем мужчины в таких сферах, как творчество, спорт, развлечение, отдых – 66,3%. В последние годы складывается устойчивая тенденция активного участия женщин в принятии управленческих решений, реализациях лидерского потенциала. По сравнению с 2010 годом, доля женщин на руководящих должностях увеличилась на 3,4% пункта. Мы являемся свидетелями того, как женщина распаковывает свои женские силы. То, что копилось тысячелетиями, веками, годами, сейчас выходит наружу. И женщины все больше и больше занимают в пространстве своего места. Такие сферы, как образование, медицина, туризм, торговля и много-много других сфер. Но даже если женщины сегодня достойно зарекомендовали себя во всех сферах современной жизни, мужчинам не стоит забывать, что и в праздники, и в будни нам, женщинам, приятно получать конфеты, букеты и комплименты. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова